В Украине прошли дополнительные выборы в Верховную Раду по нескольким округам, в частности в Донецкой и Ивано-Франковской области. Их результаты, признаемся честно, шокируют, при этом еще неизвестно, где этого шока больше. Так, в Донецкой области на выборах победил некто Андрей Аксенов, про которого точно известно, что он организовывал референдум за ДНР, другими словами, является никем иным, как пособником оккупантов. И вот теперь этот человек с огромным преимуществом, а за него проголосовало ни много ни мало 65% от всех, кто явился на избирательной участке, становится полноценным участником законодательного процесса в Украине. Самое печальное, что альтернатива этому сепаратисту не лучше, поскольку второе место занял кандидат от партии Шария некто Валентин Рыбин. Неужели это очередные подтасовки зеленобородых кукловодов, чего при этой власти, которая тоже, вероятно, в некоторых регионах вырвала победу таким же образом, исключать нельзя? В Ивано-Франковской области ситуация печальна тем, что в Верховную Раду тут проходит либо слуга народа Веростюк, либо слуга Коломойского Шевченко, что, как вы понимаете, едино в том плане, что все они слуги своих господ и уж точно не народа. Есть еще Руслан Кошулинский, который тоже получил треть голосов. Но на фоне того, что суммарно слуги коллективного зебени получили под 60%, это наталкивает на определенные выводы. Итак, что же мы имеем по факту? Какие умозаключения можно сделать из всего этого? Первое, что напрашивается на ум, это то, что Донбасс неизлечим. Если на седьмом году войны, видя всю причиненную эрефией разруху, нищету жизни на оккупированных территориях, народонаселение продолжает голосовать за откровенных сепаратистов, с ним срочно нужно что-то решать. Пример Аксенова для всех нас показателен тем, что произойдет, если Донбасс в таком вот состоянии вернется в состав Украины. При нынешней правовой системе мы получим пол парламента откровенных врагов украинской государственности. Поэтому ни при каких раскладах всех без исключения жителей оккупированного Донбасса после деоккупации нельзя наделять избирательным правом. Хватит излишней демократичностью, мы сыты по горло. Решение права голоса всех, кто пребывал под оккупацией, вот первое, что нужно сделать после деоккупации региона. Причем сроки поражения в правах должны быть самыми жесткими и исчисляться поколением. В противном случае Донбасс – это раковая опухоль на теле Украины, которая сделает страну неизлечимой. Что касается текущей ситуации, то товарища Аксенова всеми способами нужно исключить из политического процесса. В противном случае его подберет какое-нибудь ОПЗЖ и пополнит ряды предателей в Верховной Раде. Честно говоря, неисправимости народонаселения Донбасса шокирует, и прямо говоря от этого опускаются руки. Украина совершенно точно заигралась в демократию на Донбассе и слишком рано расслабилась. Угроза проникновения русского мира в лице таких вот Аксеновых никуда не делась. Теперь по Прикарпатию. Тут тоже инфантильность и абсолютный неадекват результатов голосования наталкивает на мысли о когнитивной слабости электората. Неужели после двух лет правления Зеленского у людей еще не открылись глаза, в какую Клоаку откатывается страна усилиями вот таких вот Веростюков-Шевченко? Ведь совершенно не важно, кто победит – Веростюк или Шевченко. Веростюк – медийный персонаж а-ля Зеленский. Вот скажите, на что он способен в качестве политической креатуры – шеей потянуть автобус со слугами народа на очередной тренинг в Трусковец? Честно говоря, даже сложно представить, чем руководствуется избиратель, голосуя за подобные персоналии. Может, тем, что Веростюк – это земляк, так ведь хороший человек, как известно, не профессия. Руководствуясь такой логикой, можно проголосовать за кого угодно. Что касается Александра Шевченко, который руководит принадлежащим Коломойскому курортом Буковель, то тут вопросов еще больше. Буковель, как известно, создал критическую ситуацию по заболеванию коронавирусом в Ивано-Франковской области и в Украине, поскольку был неприкасаемым курортом, работавшим днем и ночью. Через него зимой прошли сотни тысяч человек. Об их никакущей социальной ответственности и вине в распространении заболевания мы уже не раз упоминали, но речь сейчас не об этом. Так или иначе, Буковель стал причиной десятков, если не сотен смертей от болезни, зато принес и нехилую прибыль Коломойскому и Шевченко, за которых теперь голосуют жители Ивано-Франковской области, наиболее пострадавших от вспышки COVID-19. Мы либо чего-то не понимаем, либо у нас какое-то иное восприятие ответственности в бизнесе и понимании конечных процессов его работы. Ведь если расставить элементарные причинно-следственные связи, предприниматели всей Украины, в том числе районов Ивано-Франковской области, которых снова закрыли на неопределенный срок, благодарить за это должны вот таких вот товарищей, как Шевченко и Коломойский. Их судить нужно и штрафовать на миллионы, но вместо этого они лидируют в парламентской гонке с высокими шансами получить мандат. Резюмируя, скажем, что по факту опубликования этой статьи, результаты голосования будут окончательными и, скорее всего, неутешительными. В конечном итоге Верховная Рада пополнится откровенным коллаборационистом, который должен сидеть в тюрьме, Аксеновым, либо Веростюком, который не имеет никакого опыта в законодательном процессе, а только медийную узнаваемость. Или же бизнесменом на службе уграбящего страну олигарха Коломойского, повинного в том, что по Украине снова гуляет и косит людей коронавирус. Что тут скажешь, отличный выбор, вполне в духе голобородька. Субтитры создавал DimaTorzok